О ситуации с украинской энергетикой мы поговорим с Геннадием Рябцевым, экспертом энергетического рынка. Геннадий, рады приветствовать вас. Здравствуйте. Взаимно, здравствуйте. Сейчас один из самых сложных периодов для украинской энергосистемы. Естественно, жара, естественно, растет потребление. Одновременно происходит восстановление энергообъектов, разрушенных Россией, ремонт и обслуживание атомных энергоблоков. Об этом говорит заместитель министра энергетики Светлана Горенчук. В то же время в Украинерго уверяет, что уже в августе станет легче, когда атомные энергоблоки выйдут из плановых ремонтов. Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию? Ситуация сложная, безусловно, потому что Украина потеряла 9 гигаватт установленной мощности. Об этом говорил президент. И он же говорил о том, что существуют меры, которые в случае их реализации позволят сократить все неудобства, которые несут украинские граждане до минимума, насколько это возможно во время войны. И сейчас действительно идут технологические работы, ремонтная кампания на атомных электростанциях. Точнее, просто отработанное ядерное топливо заменяется на свежее ядерное топливо. И, конечно же, этот процесс достаточно длительный. И, безусловно, невозможно атомный энергоблок остановить нажатием кнопки. То есть его нужно подготовить к этой замене. необходимо последовательно снижать его загрузку и его мощность. И поэтому сейчас, хотя и непосредственно под заменой топлива находятся три энергоблока из девяти, но еще на двух готовятся эти работы. Поэтому общая мощность их не превышает сейчас четырех гигаватт, хотя формально работают шесть. Эта ситуация, конечно же, сказывается на том, что периоды стабилизационных отключений в населенных пунктах Украины увеличились. И, безусловно, что этому увеличению способствуют и высокие температуры, которые требуют включения, в первую очередь, промышленных кондиционеров, так как большинство перерабатывающих предприятий в Украине должно работать при стандартной температуре, то есть при температуре 20 градусов Цельсия, а не при 35 градусах, когда многие технологические процессы или неэффективны, или просто невозможны. Поэтому потребление выросло, энергоблоки находятся в ремонтной компании, естественно, сейчас длительные периоды отключения электричества для граждан. Но при этом вся критическая инфраструктура, весь оборонно-промышленный комплекс и большинство промышленных предприятий, особенно защищенных потребителей, они получают электрическую энергию в полном объеме. В Украинерго пояснили, при каких условиях можно будет избавиться от дефицита в энергосистеме. Нереалистичное такое условие, это если россияне полностью прекратят обстреливать объекты энергетической инфраструктуры. До следующей весны и лета называют сроки. Насколько, по-вашему, возобновить утраченную генерацию? Сколько времени потребуется? Ну, даже если предположить, что более ударов россиян не будет, или мы сможем от них защитить наши энергообъекты? На 100% защиту никто не гарантирует. Даже железный купол в Израиле перехватывает только 99% впущенных ракет. Но в том случае, если плотность противоракетной защиты будет максимальной, сравнимой с железным куполом, то тогда для полного восстановления, утраченного в данный момент, необходимо 2-3 года и порядка миллиарда долларов. А скажите, вот в целом по Украине это МВФ подсчитали, что на данный момент они оценивают убытки по энергетическому сектору от действий российских оккупантов в практически 57 миллиардов долларов. Скажите, эта сумма окончательная или она может быть больше даже на данный момент? Ну, речь идет вообще о всех потерях, которые понесла украинская энергетика, в том числе и в Донецкой, и в Луганской областях, и в районах боевых действий. Да, безусловно, этот объем, он возрастет. Вот, я говорил о миллиарде долларов, имея в виду 9 гигаватт потерянной мощности. И вот для их восстановления достаточно примерно такой суммы. Что же касается потерь всей энергетики, то, безусловно, они намного будут больше, поскольку война продолжается, и Российская Федерация не собирается прекращать удары по критической инфраструктуре, в том числе энергетической критической инфраструктуре, несмотря на то, что эти удары являются преступлениями. И, в общем-то, даже сами российские политики признают, что они делают это умышленно для того, чтобы принести как можно больше страданий украинскому народу. Да, это один из элементов геноцида того же. Так и есть. Скажите, Украина запросила аварийную помощь у Венгрии, Польши, Словакии после российских атак на энергокомплекс страны. Об этом сообщает Украэнерго. Насколько возможно компенсировать дефицит с помощью энергетики из ЕС? Какой процент Украина может запросить от потребности? Сейчас максимальная пропускная способность межгосударственных соединений составляет порядка 1,7 гигаватта. Ну, это примерно 15% от потребляемого сегодня количества электричества. Если все пойдет по плану, то эту пропускную способность можно будет увеличить к концу года до 2 или 2,2 гигаватт. Безусловно, что этого недостаточно, чтобы полностью компенсировать потерянные 9 гигаватт. Ну, это очень хорошая прибавка к тому балансу, который сложился на сегодня. Безусловно, есть большая проблема сегодня, так как для того, чтобы полностью воспользоваться предоставляемой возможностью, необходимо получать эту энергию по контрактам. Желательно по долгосрочным контрактам, чтобы быть гарантированным рынком для европейских производителей электрической энергии. Если же таких контрактов нет, то Укрэнерго вынуждена запрашивать аварийную помощь в том случае, если испытывает недостаток энергии. Количество таких просьб в прошлом месяце сократилось практически вдвое, в то время как число энергии, объем энергии, которое получает Украина по контрактам, наоборот, возросла примерно, опять же, вдвое. И это свидетельствует о том, что этот рынок, он развивается, вот рынок импортных поставок, этот рынок становится все более открытым и более выгодным для заключения контрактов между европейскими производителями и украинскими потребителями. Этот рынок будет развиваться и дальше в рамках тех работ по синхронизации наших энергетических систем, которые ведутся совместно операторами Украины и Европы. Главное управление разведки решили, что в эту игру можно играть вдвоем, но и провели успешно спецоперацию 1 июля. С помощью беспилотников был нанесен удар по электроподстанциям Белгородской области и таким образом был остановлен Оскольский электрометаллургический комбинат, важный для российского военно-промышленного комплекса. В принципе, украинские специалисты могут такие вот энергетические санкции вводить и насколько они могут быть эффективны, учитывая, что средства ПВО россиянам все-таки нужны, наверное, больше на фронте, чем защищать вот такие неважные с точки зрения Кремля объекты. Ну, по моему мнению, моему личному мнению, мне кажется, что удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре Российской Федерации более эффективны, но если в ГУР считают по-другому, то мы только можем доверять этим расчетам, тем более, что эффект очевиден. А может это дойти до, ну, таких серьезных, серьезного дефицита, вот говорят, что есть дефицит может возникнуть и в соседней с Белгородской областью, Курской, об этом местные власти сообщают. Но вот возможности россиян восстанавливать свои электростанции, они высоки или же на них может влиять тот же дефицит комплектующих? Можно, конечно, проверить. Лучше, конечно, проверить, да? Я думаю, что вот и в ГУР, и в СБУ как раз и занимаются тем, что проверяют. Мы же прекрасно знаем, где тонко, там и рвется. И сейчас специальные подразделения пытаются найти эти утонщения в болевые точки или те слабые звенья в цепи российской экономики для того, чтобы как можно серьезнее, как можно больше ограничить те ресурсы, которые направляются на войну на территорию Украины. Давайте перейдем к вашей любимой теме, если вы так уже об этом сказали, о российских НПЗ. Но, в принципе, достаточно долго времени прошло, вот с последних ударов по российским НПЗ. Давно их не было, но рынок бензина снова переживает резкий рост цен на 20%. Как вы считаете, это вот результаты предыдущих спецопераций? Ну, не просто так взяли и продлили запрет экспорта автомобильного бензина до конца лета. Видно, что бензина не хватает в стране, бензоколонки. Раз бензина не хватает, следовательно, и неизвестные добрые дроны тоже хорошо поработали. Но здесь самое главное не останавливаться на достигнутом. Вот не почивать на лаврах. И вот тот сбор, который в том числе и организует ваш канал, он наверняка поможет в том числе и в продолжении этой очень эффективной работы. Давайте детальнее поговорим, вот как обстоят дела с экспортом бензина и других российских нефтепродуктов. Есть ли перспективы, когда запрет введенный после серии зимних атак беспилотников по НПЗ будет отменен? Ну, я думаю, что он не будет отменен. Я думаю, что он будет потихонечку продлеваться, и в конце лета будет продлен, поскольку летом вроде бы как сезон отпусков, и этим объясняет в федеральном правительстве продление запрета. Потом будет сбор урожая, потом будет отопительный сезон. Может, кому-то там бензин нужен для того, чтобы что-нибудь отапливать. Но понятное дело, что в Российской Федерации недостаточно сейчас мощностей для того, чтобы обеспечить даже себя автомобильным бензином надлежащего качества. Тут следует еще подчеркнуть, что Россия – это одна из немногих стран, которая основным бензином для себя считает уже давно забытой в Украине и в государствах Европы бензин с октановым числом 92. То есть АИ-92 – самый главный бензин на территории Российской Федерации. Ну, понятное дело, что раз у них нет возможности производить топливо того качества, которое является стандартом, например, для той же Украины, уже почти 10 лет, ну, то понятное дело, что у них нет каких-либо перспектив для развития этой отрасли и для того, чтобы сделать жизнь россиянам лучше. Об этом, я думаю, никто не задумывается. Главное сегодня для российских нефтяных компаний – это как можно больше нефти продать на мировом рынке. Причем, какими будут эти продажи, уже никого не интересует. Насколько ржавых танкерах это будет направляться по портам всего мира, кому будет продавать Россия эту сырую нефть – хуситам, талибанам, каким-либо там сомалийским пиратам Корейской Народно-демократической Республики и прочим разным режимам Чучхе. Никого уже не волнует. Главное – деньги. Главное – взять где-то деньги для того, чтобы продолжать войну. И поэтому, если кому-то в России не будет хватать топлива, ну, так и будет. Кому-то не будет хватать. Так, про деньги на войну. И вот еще один парадокс. Страны, богатые на энергоресурсы, россиянам рекордно за последние 11 лет подняли тарифы на газ, чтобы залатать бюджет «Газпрома». Дешевая коммуналка, как вы считаете, теперь уже в прошлом у россиян? И теперь придется все-таки платить из своих карманов за те санкции, которые как бы на пользу, по словам Путина, для страны? На мой взгляд, для россиян уже все в прошлом. В будущем там что-то страшнее. Поскольку, если для Украины война, как только для Украины война закончится, то все самое плохое будет позади. Для российской же федерации, как только война закончится, все самое плохое будет впереди. Спасибо за этот прогноз. Геннадий, как всегда, всегда рады вас видеть на «Фридом». Геннадий Рябцев, эксперт энергетического рынка, был с нами на связи. В телеграм-канале «Фридом» только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.